Вчера в городском суде тихого уральского городка Сухой Лог состоялось заседание и решение суда, которое весьма важно для всей российской Фемиды в целом. У нас, конечно, нет прецедентного права в чистом виде, но так называемая судебная практика при этом заботливо и внимательно учитывается, и анализируется, и игнорировать прецеденты совершенно все же нельзя. А Сухоложский прецедент состоит в том, что государство в лице суда ясно дало понять, что намерено строго защищать себя и людей, состоящих на государственной службе, от преступных посягательств. И тем, кто позволяет себе такое, потом получить скащуху от государства так просто за красивые глазки не выйдет. Ясно это стало на живом примере жителя сухого лога Романа Зимина, почти уж-то уже 24-летнего, в обычной жизни автокрановщика, мирного, никогда с законом проблем не имевшего. Но на почве перебора пива, вляпавшегося не по-детски в преступление против порядка управления, а конкретно в статью 318-ю, часть 1-ю, применение насилия в отношении представителя власти, слава богу, не опасного для жизни и здоровья. Безбарагозный вселился в него, напомним, в субботу 18 июля этого года, около 11 вечера, около дома номер 30А на улице Белинского, на которой он, собственно, и прописан. Здесь инспектора ГИБДД остановили семерку «Жигулей», ведомую гражданином Носковым, который оказался пьян, но покорно и покладисто проходил все процедуры оформления протокола, в то время как его пассажир, а это и был выпивший лишнего гражданин Зимин, возомнивший себя крутым бандосом, стал терроризировать форменного инспектора Владислава Скопина. Нанес ему руками не менее двух ударов в голову, в туловище, причинив тем самым потерпевшему Скопину физическую боль, а также угрожал инспектору Скопину применением насилия. Нанес удар ногой в сторону последнего, от которого инспектор Скопин увернулся и встал в боевую стойку. Демонстрирую свои намерения применить в отношении инспектора Скопина насилие, причинив тем самым потерпевшему Скопину психические страдания. С подозрением согласны? Согласен. Вину свою признаете. Со всеми обстоятельствами, которые здесь приведены, вы согласны. Правильно? Да. В трезвом виде-то не стали вы, стройника полиции? Конечно. Вообще, вчерашнее заседание суда состоялось из-за того, что у следствия возникло предложение прекратить это уголовное дело, ограничившись наложением на подозреваемого судебного штрафа, ввиду того, что в целом положительный товарищ впервые оступился, совершив преступление средней тяжести, и загладил свою вину тем, что при следователе принес инспектору Скопину извинения и 5000 рублей, после чего тот заявил об отсутствии у него претензий. Поэтому следствие предлагало ограничиться судебным штрафом, который, по сути, является последним предупреждением от государства лицу, впервые и не сильно набедокурившему, но осознавшему, и возместившему, и загладившему все. Один раз в жизни так, заплатив судебный штраф, можно освободиться от уголовного преследования. Однако прокурор счел, что заглаживание вины перед офицером, лично это хорошо, но не все. Ведь это преступление, напомним, против порядка управления. А как вы перед государством-то возместили тот вред, ущерб органам государственной власти? Получается не так. Нет вопросов? Собственно, тут и стало ясно, что нашла коса на камень. Адвокат, конечно же, попытался пламенной речью а-ля плевако убедить суд, что вред, причиненный государству, вполне заглажен еще одной суммой в 5000 рублей, которую его клиент официально по договору пожертвовал местному центру молодежной культуры. Это же государственное бюджетное учреждение. Так что уплачено вроде как всем. И потерпевшему возместил, и в бюджетную организацию внес денежные средства, и эта бюджетная организация эти денежные средства приняла. То есть она действительно в них нуждается, она с благодарностью их приняла, и эти денежные средства пойдут на развитие культуры, молодежной политики и спорта в нашем суховоложском районе. Государственного обвинителя перспектива неизбежного взлета культурного уровня суховолога после 5000 пожертвования как-то не убедила в том, что представляемое им государство таки получило сатисфакцию. Принесение извинений сотруднику полиции перевод денежных средств в бюджетное учреждение положительно характеризует подозреваемого Зимина, но само по себе не свидетельствует о заглаживании вреда, причиненного общественным отношением в такой степени, которая позволяет считать, что исправление и восстановление социальной справедливости может быть достигнуто без уголовной ответственности и отбывание наказания, предусмотренного за данное преступление. Таким образом, сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенном в постановлении следователя, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. То есть не соблюдены, с его точки зрения, требования закона, обязательные для применения судебного штрафа, который, по сути, является этакой полуамнистией, предоставляемой, опять же, государством в лице суда. Суд в лице судьи Вадима Тимофеева с такой позиции согласился. В каких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что предусмотрены статьей 25.1 Уголовного процессового кодекса и статьей 76.2 Уголовного кодекса условия для прекращения уголовного дела не соблюдены, в связи с чем суд в соответствии с пунктом 2 части 5 ст. 446.2 УПК считают необходимым отказать в удовлетворении ходатайства следователя и возвратить его с материалами дела у руководителя следственного органа. Теперь дело вернется к следователю. Тот доведет его до конца и снова передаст в суд уже для обычного рассмотрения по существу и уголовного наказания. До 5 лет лишения свободы в пиковом случае или в самом мягком штраф до 200 тысяч рублей. Защита, конечно же, еще может протестовать. Надо мне снимать. Посмотрим, посмотрим. Может быть, будем.